Кубинские диссиденты с радостью восприняли новость о планах возобновить дипломатические отношения между их страной и США. Соответствующее обещание дали лидеры обоих государств. Впрочем, кубинцы также выразили некоторые сомнения по поводу того, что взаимное сотрудничество между народами смогут наладить в ближайшем будущем. «Сегодня главные препятствия ясны. Политика США создает преграды с одной стороны, а кубинская политика – с другой. Так что взаимные шаги в сторону разрешения этого конфликта помогут изменить этот сценарий и создадут элемент пазла, которого не хватало последние 54 года». Дипломатические отношения страны разорвали в 1961 году. Это произошло после того, как к власти на Кубе в результате переворота пришёл Фидель Кастро. С того времени США сохраняли в отношении островного государства торговый эмбарго. Возобновление отношений означает послабление ограничений для коммерции и транспорта. Однако обещание Барака Обамы, как ожидается, встретит сопротивление в Конгрессе, поэтому о полной отмене эмбарго пока говорить рано. Если же отношения всё-таки будут теплеть, то американцам станет легче посещать Кубу. «Успех этих изменений зависит от того, мобилизуются ли люди, будут ли они требовать изменений и продвигать свою страну в нужном направлении». На сегодняшний день активнее всего Куба сотрудничает с Венесуэлой. «Хоон бросаетесь направлены в coopировали в予е. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова»